Дорогие друзья, еще раз добрый день. Так, у нас какой-то минус один. Оль, вам нас не слышно или вы ошиблись? А, отлично, да, супер, спасибо большое. Приглашаем вас на встречу с прекрасным, с прекрасной Натальей, замечательной, прекрасной, как всегда, Титаник Мордан Пеллес. Мы рады, что вы участвуете в нашем обучающем проекте. Наташенька, спасибо вам огромное. Будем рады узнать новости от потрясающего, как всегда, сверкающего своей роскошью курорта Мордан Пеллес. Спасибо вам еще раз. Дорогие друзья, мы окунем вас в атмосферу роскоши Анталии. Присоединяйтесь. Отлично. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас сегодня приветствовать с нашей солнечной Анталией. Сегодня я вам расскажу кратенько о нашем отеле. Кто не знает, я думаю, таких у нас в принципе нет, но опять-таки немножко напомню, откуда берутся наши корни, откуда мы взялись, когда мы построились и так далее. Ну и также расскажу про новинки этого года. Новинки в этом году у нас имеются, не очень много, но опять-таки есть, что рассказать вам и вашим туристам в том числе. Так что давайте приступим. Меня зовут Наталья, я из города Анталии. Приветствую вас, Титаник Мордан Пеллес. Если будет не слышно, пишите. Если будут какие-то по ходу дела, пока я рассказываю вопросы, можете писать параллельно, постараюсь на них ответить. Если нет в конце нашего мероприятия, на все отвечу, расскажу подробно наши данные, по которым можно будет связаться. Так что давайте приступим. Приятного просмотра. Титаник Мордан Пеллес – это отель, который находится у нас в Анталии. Первая береговая линия. Недалеко от аэропорта всего 15-20 метров езды на автомобиле. То есть прекрасное месторасположение. Опять-таки, первая линия – отель интернациональный. Отель у нас семейный. Очень часто задают вопросы по поводу заселения мужчин. Сразу сходу говорю, мужчин селим только под запрос. Официально мужчин мы не принимаем, потому что отель все-таки у нас семейный. Что касается самого Титаник Мордан Пеллеса. В 2009 году был построен прекрасный отель, назывался тогда он Мордан Пеллес. При строительстве этого отеля было потрачено около полутора миллиарда долларов. Соответственно, с того времени, с 2009 года, по данный момент, этот отель у нас считается самым дорогим на подрежье в Анталии. Но дорогим не в плане своей путевки, а дорогим в плане своей внутренней отделки. Внешней и внутренней в том числе. Опять-таки, вы увидите нашу красоту отеля. Поймете, за что платили деньги такие. Это наша входная группа, это наш вход, наш красивый фонтан. Когда вы заезжаете в отель, вы как раз сталкиваетесь с вот такой вот картинкой. Так выглядит наша внутренняя часть отеля. Это наш огромный бассейн. Бассейн считается одним из самых больших в Европе. Бассейн не подогревается. Про подогреваем бассейн расскажу немножко попозже. Вот, это внутренняя часть нашего отеля. Это вечернее время. И так выглядит наш лобби. У нас отель состоит из трех частей. Это главное здание и лейкхаусы. Это лобби нашего главного здания. И также это, наверное, изюминка нашего отеля, наш такой красивый, прекрасный лобби. Наш лобби называется Долма Бахче. Наверняка многие из вас слышали, кто-то даже, наверное, был. В Стамбуле есть настоящий дворец турецких султанов. Называется Долма Бахче. У нас же его идентичная копия. То есть, если вы хотите попасть в отель-дворец, либо в отель-музей, тогда вы на верном пути. Ваши мечты сбываются. Пожалуйста, в Мордан Палас. Если у вас есть красивое платье, то обязательно нужно его привезти к нам в отель и обязательно сфотографироваться на нашей красивой лестнице бабочки. То есть, это самая такая любимая наша инстаточка, точка фотографий наших красивых девчонок. Так выглядит наш лобби. Так вы заходите в отель и попадаете в такую вот вау-атмосферу. Атмосферу, повторюсь, дворца. Так что красиво, дорого, богато, но не имитация. А действительно у нас все дорогое, все настоящее, все специально привезенное, сделано для нашего отеля. Так выглядит вот наш лобби. Здесь вы можете увидеть наши красивые люстры Сваровские, которые весят более двух тонн веса. Они были привезены, специально сделаны только для нашего отеля. Здесь вы видите сусальное золото в обрамлении нашего отеля. Оно настоящее, около 60 килограмм находится золото у нас в отеле. Здесь вы видите витражные окна красивые. Здесь у нас персидские ковры, итальянская мебель, итальянский мрамор. То есть, это действительно все дорого и богато. Так вот, тяжелый люкс. Вот, это наш Мордан Палас. В принципе, это и есть его изюминка. Потому что, в принципе, сейчас отели более современные, более хай-тек, бога стиль и так далее. У нас же отель немножко другой, совсем другого плана. Но этого пугаться не нужно. У нас есть, конечно же, лобби такой красивый. И у нас есть дополнительно еще два крыла. Османское и европейское крыло. То есть, если ваши гости хотят проживать в более спокойных номерах, я вам покажу немножко попозже, тогда можно это организовать. Вот, так что и так выглядит наш лобби. В вечернее время, конечно же, живая музыка, в зимний период, в том числе. Мы не закрываемся на зимний период. Мы работаем 12 месяцев, 7-24 к вашим услугам. Так выглядит наша террация. Мы работаем по системе ультра, все включено. У нас есть главный ресторан. У нас есть Мордан Бестро 7-24. Это а-ля-карт ресторан, который работает бесплатно. То есть, ваши гости приехали очень рано в отель, либо выезжают очень поздно из отеля. Пожалуйста, в любой момент можно подойти к нам в Мордан Бестро. 7-24 к вашим услугам бесплатно. Дополнительно у нас есть 7 а-ля-карта. Они платные, работают только в вечернее время. Стоимость составляет от 20 до 40 евро на человека. Нужна предварительная запись. Здесь на экране, вот стрелочка, я вам покажу указкой. Здесь у нас находится Девичья башня. В Стамбуле есть настоящая Девичья башня. У нас же ее идентичная копия. И здесь находится наша основная часть а-ля-карт ресторана. То есть, некоторые называют наш отель Стамбуле в миниатюре. Почему? Дома Бахче есть, Девичья башня есть. Османская, то есть, восточная часть и европейская части также у нас имеются. То есть, Стамбуле такой. В Стамбуле ехать уже не нужно, когда побывали в нашем отеле. Так выглядит наша терраса, так выглядит наш главный ресторан. У нас до сих пор продукция за стеклом. Ну, мы решили, что в качестве гигиены так более уместно. Соответственно, у нас шведский стол, но, опять-таки, повара помогают вам накладывать себе еду. И, в принципе, из-за того, что есть, где перекусить в течение дня, у нас есть дополнительно снэк-ресторан на территории отеля, в ресторане особо очереди нет, соответственно, стекла вас тоже пугать не должны. Есть также дополнительно детский буфет в главном ресторане. Там у нас есть диетическое питание, там у нас есть баночное питание турецкой фирмы HIPP, там у нас есть активия йогурты, есть данон йогурты. То есть, все, что нужно нашим маленьким гостям, апельминникам. Дополнительно, что касается питания, у нас нет отдельной глютен-фри, либо безлактозной и так далее кухни. Но, опять-таки, если у ваших гостей есть особое пожелание, мы всегда идем навстречу, предварительно просто нужно предупредить нас, и мы организуем, составим для вас меню, то есть с этим проблем также не будет. Также на территории у нас, в принципе, что касается питания, питания у нас очень вкусно, очень много, у нас есть кондитерские, кто у нас в отеле был наверняка знает, у нас есть лобби, круглый год работает кондитерская, которая в лобби, и дополнительно еще есть кондитерская, которая работает на территории нашего отеля. Так выглядит наш главный ресторан. Так же выглядит наш отель. Как я и говорила ранее, у нас есть два крыла, у нас есть дома Бахче, это основная часть, и два крыла. Два крыла османская и европейская части. В чем же разница? В принципе, практически все типы номеров есть и там, и там, но когда вы бронируете, вы не можете выбрать себе крыло, но в качестве примечания можете написать, что мои гости желают либо Европу, либо же Азию. Отличаются номера только по своей внутренней комплектации. Если же османская часть, то там у нас турецкие султаны, там у нас бархатные покрывала, бархатные шторы, золотая отделка, хрустальные люстры. То есть все, что есть для того, чтобы прочувствовать эту восточную атмосферу. Что касается европейских номеров, там уже все более спокойно, более лаконично. Там у нас такой европейский минимализм. То есть стандартный, хороший номер со светлой отделкой, со светлой мебелью. Опять-таки на фото мы сейчас все увидим с вами. У нас есть в категории номеров 13, минимальная категория Classic Room. Здесь ее нет, но я вам расскажу. Она немного отличается от Premium Room, который сейчас мы будем смотреть. Classic Room – это самая маленькая категория номера, всего 28 квадратных метров. Балкон, окно, конечно же, имеется. Единственный минус, что она небольшая по площади, и максимальное размещение там только 2 человека. То есть не 2 плюс Infant, а только 2 человека – это максимальное размещение. То есть плюс этого номера в том, что минимум средств, максимум удовольствия. То есть она самая бюджетная у нас. Их у нас немного, но опять из-за этого мы не поставили ее в презентацию. То есть имейте в виду, что Classic Room тоже имеется. Следующая же категория – это стандартные наши номера, это Premium Room. Premium Room, как вы видите, есть и в азиатской, в восточной части, вернее, и в нашей европейской части. Вот так выглядит наша восточная часть, как я и говорила. Бархатские покрывалы, золотая отделка. То есть так восточный стиль прям чувствуется. Здесь у нас находится либо одна большая кровать, либо две отдельные кровати. Это минимальная практически категория номера. Как вы видите, 2 плюс 1 плюс Infant, либо же 3 взрослых максимальное размещение. Так выглядят наши ванные комнаты. Во всех ваннах у нас есть ванные, а не душевые. В некоторых есть и ванные душевые, но как бы ванны есть во всех номерах. То есть мамочки часто спрашивают, чтобы было удобнее заниматься своими детьми. Что касается наших ванных комнат. В этом году мы обновляем наш текстиль в номерах. Мы меняем халаты, мы меняем полотенца, то есть текстиль меняется в номерах. В номерах мы меняем косметику. На данный момент у нас косметика Роберто Кавали, но с мая месяца будет косметика Молтон Браун. Это английская косметика, очень качественная, хорошая, ароматная. Считается даже косметикой английской королевы. Так что я думаю, гости останутся довольными. Здесь у нас на картинке мы видим два таких туба. Это для мальчиков и для девочек отдельные гигиенические тубы. Там находится бритва для мужчин, ну и средства гигиены для женщин в том числе. У нас дубная паста Marvis, тоже марка хорошая, хорошие получаем фидбэк от наших гостей. Что еще по номерам? В номерах мы дополнительно, сейчас пройдем следующий номер, я вам расскажу сейчас, покажу вам европейскую часть. Так выглядят наши европейские номера. Здесь, как вы видите, сразу контраст очевиден. Здесь нет бордовых, темных цветов. Здесь у нас более светлая цветовая гамма. Здесь у нас все более поскромнее. То есть все то же самое, но в скромной такой атмосфере. Что касается номеров, в номерах мы меняем в этом году мини-бары. Мини-бары мы разнообразим, будет еще больше количества выбора. Это все у нас, все новинки будут с мая месяца. То есть мини-бар мы разнообразим, увеличим ассортимент. Что у нас находится в мини-баре, можете узнать немножко попозже, я вам дам ссылочку. Дополнительно в номерах мы, у нас в каждом номере есть чайный набор, но дополнительно в этом году во всех номерах у нас будут также капсульный кофе. Кофе мы используем Schiller, это немецкая марка, он есть как во всех номерах, так и во всех барах, и также на территории отдельной кофейни Schiller у нас имеется. То есть в номерах мы поменяли текстиль, в номерах мы обновляем мини-бар, в номерах мы добавляем капсульный кофе. Дополнительно в номерах появляется Turn Down Service, это сервис подготовки номера ко сну. То есть ваши гости придут вечером в номер, в номере будут шторы уже закрыты, постель будет разобрана, небольшая печенюшка, либо какая-то вкусная шоколадка будет лежать уже в подголовье возле кровати. То есть такая мелочь, но приятная. Раньше этого не было, на данный момент это у нас и минус. Также появился у нас выбор подушек, меню подушек, это тоже новинка этого года. То есть по номерам, как видите, частично что-то мы добавили, обновили, но опять-таки хуже не стало, стало еще лучше. Так выглядит опять-таки Premium Room наша европейская часть. Как видите, у нас не полностью ковровое покрытие, а у нас паркет и дополнительно ковры отдельно лежат. Так выглядит ванная комната. Если там у нас было золото, то здесь золота у нас нет. Что касается наших любимых и молодоженов, либо гостей, которые у нас репиты, дополнительно у нас для них есть также привилегии. Для репит гостей у нас есть фрукты и вино в номер. Для Honeymoon, то есть для молодоженов у нас есть вот такая концепция, что у нас в концепции имеется. Это живые цветы в номер, это что у нас, украшение комнаты VIP-сетап, приоритеты в резервации а-ля карт ресторанов. Как я и говорила, а-ля карт у нас платный, один из а-ля карт для гостей будет бесплатно, остальные будут со скидочкой. Что еще у нас здесь есть? Апгрейд номера по возможности, если будут свободные номера. Вот тоже такая вот есть услуга. Дальше у нас после Premium Room идет Deluxe Room. Это в принципе то же самое, но немножко больше по площади. Deluxe комната отличается своей квадратурой. Там у нас было 45-48 квадратов, здесь 61 квадратный метр. И здесь дополнительно у нас имеется вот такое вот место для отдыха, немножко похоже на гостиное. Если в Premium этого не было, то здесь комната немножко побольше. Дополнительно есть еще вот такой киван. Дальше идем. Так выглядит у нас Deluxe Room. Family комнаты. То есть самые ходовые это Premium и Family номера. Family номера у нас есть два типа Family номеров. Есть просто Family и есть Premium Family. Family Room у нас состоит из двух комнат с межкомнатной дверью, как вы здесь видите. Есть два телевизора и есть один санузел. Максимальное размещение 4 человека, 4 притринга. Это у нас просто Family. Это у нас европейская часть, судя по цветовой гамме, я думаю, вы уже понимаете. Так выглядит наш Family. В одной комнате у нас одна большая кровать, в другой комнате у нас две отдельные кровати и один санузел. Что касается Premium Family Room, это то же самое, но только там у нас находятся два санузла. То есть одна комната с одной большой кроватью, межкомнатная дверь, вторая комната с двумя отдельными кроватями и дополнительно два санузла. Так выглядит наш Premium Family Room. Опять-таки здесь у нас восточная часть, тоже по цветовой гамме, понятно. Так, дальше. Pool Public Fit. У нас на картинке здесь мы видим вот такие вот узенькие бассейны. Раньше, когда это был просто Мордан, до 2019 года, там ходили гондолы. Мы гондолы убрали, мы сделали бассейны более функциональными, и мы сделали номера, которые входят к бассейну. То есть а-ля свимапы. У нас они называются Pool Double Fit и Premium Pool Double Fit. Вот здесь все номера, которые с правой, с левой стороны, которые смотрят на бассейн, они у нас имеют прямой выход и имеют свою террасу. Так выглядит наш Pool Double Fit. Это двухкомнатные номера. Это у нас небольшая гостиная. Здесь у нас место спальная, две отдельные кровати. Наверху же одна полноценная спальня, то есть одна большая кровать, гардеробная и ванная комната. Дополнительно выход на террасу. Вот здесь мы видим выход на террасу. Вот здесь мы видим выход на террасу. Так, Premium Pool Dublix немножко отличается по своей внутренней отделке. Они немножко побольше будут. Premium Pool Dublix выглядит вот так. Он у нас находится в европейской части. Если Pool Dublix у нас по стоке, то Premium Pool Dublix у нас находится в Европе. Эти номера немножко побольше. Они тоже двухэтажные. Здесь есть одна большая гостиная, выход к бассейну и две полноценные спальни. Справа и с левой стороны мы здесь видим лестницы. Это и есть наши две спальни. Между спальнями есть межкомнатная дверь и также имеются две полноценные ванные комнаты. То есть, как вы видите, выбор в принципе у нас велик, но максимальное и минимальное размещение в принципе по всем номерам у нас минимум два человека. То есть один-два. Максимальное размещение пять плюс один. Больше не имеет. Так, вот здесь премиум комната. Здесь мы видим вот для малышей. Для малышей мы предоставляем горшки. Это все у нас есть. Дополнительно еще для наших маленьких гостей. Мы в этом году, новинка этого года, в нашем лобби прекрасно мы делаем отдельную стойку регистрации. То есть у нас будет детский ресепшн отдельно. То есть для наших малышей, когда они приехали в отель, будут выдаваться специальные паспорта гражданина нашего, Мардан города. То есть их будут регистрировать отдельно. Мамы с папами отдельно, малыши отдельно. То есть это тоже новинка этого года. Детский ресепшн. Дополнительно для наших малышей в мини-клубе мы делаем тематические ателье. Ателье моды, ателье лепки из глины, ателье с висарного дела. То есть мы будем развивать фантазию, мелкую моторику. То есть будет не только интересно, но еще полезно и познавательно. Так что для малышей тоже новинки в этом году имеются. Немножко отошла от номеров, но опять-таки пока не забыла. Так выглядят наши номера. Так выглядят наши террасы. На террасе у нас есть вот здесь у нас в принципе находится стол и место со стульями, место для отдыха, небольшие диванчики, топчаны. И вот, как вы видите, здесь находятся шезлонги. Также у нас есть гранд дублек сюит. Это номер, который имеет также два этажа. Здесь гостиная и второй этаж, полноценная спальня. Этот номер у нас смотрит на море. Он немножко больше, чем, допустим, какой у нас был, пул дублекс. То есть он чуть-чуть побольше и вмещает здесь 5 плюс 1. Если в простом пул дубле было 4 плюс 1, то здесь 5 плюс 1. Это также европейская часть. Также у нас есть, как я говорила сначала, есть главное здание, лейк-хаус. Лейк-хаус – это отдельная территория на территории нашего отеля. Это двухэтажные домики. Они находятся немножко в стороне. Это самая зеленая территория, самая спокойная территория у нас в отеле. Здесь мы видим вот такие двухэтажные домики. В каждом домике у нас имеется только два номера. Либо на первом этаже, либо на втором этаже. Все эти номера имеют выход к бассейну. Бассейн не подогревается. Если у вас есть большая компания, тогда с удовольствием можно отправлять их к нам в лейк-хаусы. Почему? Потому что максимальное размещение 5 плюс 1 в каждом номере. Если вы возьмете один вот такой домик, то у вас как минимум будет 10 взрослых помещаться стабильно, хорошо. Так выглядят наши лейк-хаусы. Лейк-хаусы – это огромная гостиная. И по бокам имеются две спальные комнаты. Полноценные, хорошие, большие спальные комнаты с гардеробными. Одна спальня у нас с одной большой кроватью, одна спальня с двумя раздельными кроватями. В каждой из комнат имеется санузел. Дополнительно к ванной в каждой из комнат у нас имеется небольшой хамам. Это тоже такой небольшой бонус нашим гостям. Здесь мы видим барную стойку, но здесь не кухня, а просто барная стойка. Есть чайный кофейный набор, мини-бар и так далее. Вот так выглядят ванны. Так выглядят ванны. Опять-таки здесь восточный стиль, но не такой, не тяжелый. Так со стороны выглядят наши лейк-хаусы, наша девичья башня с нашими а-ля-картами и главное здание. Наши услуги в зависимости от VIP-номеров. То есть у нас есть три типа VIP-номеров. Самые большие – это Royal Dublick Suite, это президентский suite и King Suite. У них у нас есть, в принципе, весь перечень услуг. Для всех гостей у нас также имеется WhatsApp-ассистент. WhatsApp-ассистент – это приложение, то есть в WhatsApp вас будет приветствовать наши ассистенты, ваших гостей и будут на связи 7-24. Учите ваших гостей, что в отеле есть человек, который за них отвечает. Не нужно вам в 12 ночи писать, что подушка неудобная, либо кровать нужно поменять. Это все можно решить на месте с нашими ассистентами. Если не ассистенты, то всегда русскоговорящий персонал в отеле найдется. Это либо ресепшн, либо guest relation. То есть WhatsApp-ассистент – очень хорошая, быстро реагирующая система, так что тоже имейте в виду, это у нас есть. Что у нас по типу VIP-номеров? Что у нас VIP-трансфер? Это только Royal Double Seat, Президентский King Seat. Сейчас я вам их покажу, как они выглядят. Так, это пресс-регистрация, букет цветов и приезды – это Royal, Layout и Президентский King Seat. То есть небольшие, вот видите, здесь плюшечки для каждого нашего гостя есть. Опять-таки желание будет, скины вам дополнительно, можете ознакомиться. Так, Президентский King и Royal Double Seat. Эти номера все у нас выходят на прямой вид на море. Мы смотрим на море, частично на бассейн. То есть это номер, у нас в принципе есть либо Length View, либо Pool View или Side Sea View. То есть прямого вида на море у нас нет, есть только в этих трех типах номеров. Так, вот, есть наш Royal Double Seat. Мы заходим в комнату. Здесь у нас есть гостиная, здесь у нас полноценная ванная, есть полноценная спальня. Со спальней у нас есть выход на террасу. На террасе у нас имеется джакузи с прекрасным видом на море. На втором этаже полноценная спальня, полноценная ванная. В ваннах и на первом, и на втором этаже дополнительно не просто ванны, а еще ванны джакузи. То есть в этом номере есть джакузи на улице и джакузи две внутри ванны. Это номер у нас 145 квадратов, 5 плюс 1, довольно-таки вместительный. И со своими привилегиями, как вы видели, здесь батлер у нас есть, и VIP даже трансфер из аэропорта. Так выглядит спальня, здесь мы выходим на террасу. Прекрасный вид на море, на нашу девичью башню. Джакузи, дополнительно в этом номере еще есть душ с подсветкой, красивое, как будто звездное небо. Тоже такой мелкий нюанс. Так выглядит наш президентский сиит. Но опять-таки Мардан, это у нас золото, это у нас бахрома и хрусталь. Вот президентский сиит максимально, наверное, показывает архитектуру нашего отеля. 220 квадратных метров, 5 плюс 1, это огромный зал, огромная спальня, очень большой, в принципе, по объему. Здесь очень красивая терраса, как я вам и говорила, с прямым выходом на море. На террасе дополнительно имеется бассейн, джакузи, место для загара. То есть вот такие президентские сииты у нас также есть. Их немного, но опять-таки это у нас в этом сегменте. Так выглядит наша спальня. Красивая вот терраса. Дополнительно, видите, есть джакузи даже еще в номере. Так выглядит наш кингшиит. Кингшиит самый большой, 600 квадратных метров, огромнейшая площадь. Есть немножко поспокойнее в европейской части. Это же наша восточная часть. Как видите, здесь даже рояль есть. Просто настоящий музей. Кто хочет попасть в музей, пожалуйста, к нам отель. Так выглядит наша гостиная. Дополнительно у нас в этой комнате есть сауна. Есть небольшой кинотеатр, есть небольшой кабинет для работы, есть спальня. То есть это такой прям настоящий, как дом. Можно заехать и не выходить вообще. Потому что кухня также имеется, батлер имеется. Соответственно, по вашему желанию, можно приготовить даже еду, не выходя из вашего номера. Так вот выглядит наш вход в этот номер. Это наш закрытый бассейн. Я, как и говорила, на территории бассейна у нас не подогревается. У нас здесь подогреваемый бассейн, который находится в спа-салоне. Это максимально задаваемый вопрос в зимний период. Но опять-таки погода насолнечная. Но опять-таки еще не совсем летняя. Соответственно, бассейн имеет большой спрос популярных. Есть закрытый бассейн отдельный и есть открытый бассейн отдельный. Оба они находятся у нас в спа-салоне. То есть погода пока что еще не прогрелась. Температура бассейна 28 градусов. Так выглядит наш спа. В принципе, как и во всех отелях. Но я опять-таки повторюсь, хамам, сауна, услуги бесплатные. Дополнительные услуги массажа, пилинги. Эта услуга, конечно же, платная. Так выглядит наш аквапарк. Опять-таки до 2019 года здесь у нас не было вообще семейной концепции. Мы, когда пришли в Титаники, мы сделали все как положено, как нужно для пятизвездочного хорошего отеля. Мы сделали детскую концепцию, мы сделали семейную концепцию. Мы построили аквапарк. Аквапарк у нас шесть горок. Аквапарк не подогревается, но уже с 1 апреля аквапарк работает в полную силу и желающих покататься уже имеется. Есть шесть горок. Они у нас и для взрослых, и для малышей. Они не очень опасны. Соответственно, больше, наверное, даже для малышей подойдут. Находится на пляжной зоне. С правой стороны здесь мы видим наш мини-клуб красивый. Вот так выглядит наша горка. Здесь мы видим мини-клуб. В мини-клубе, опять-таки, повторюсь, у нас будет дополнительно тематические отелье. Здесь же у нас есть небольшой кинотеатр для наших малышей. Места довольно много. Так что есть чем заняться. Малышей мы принимаем с 4 до 12 лет. До 3 лет, до 4 только с одним из родителей. Дополнительно еще мы в этом году для наших подростков делаем кин-клуб. Кин-клуб еще не готов. К сожалению, фото еще нет. Но, опять-таки, все обновится. Мы это все вам покажем обязательно. Кин-клуб – это отдельное пространство для нашей молодежи. Там будут находиться игровые автоматы. Там будут находиться настольные игры. Там будут находиться всевозможные PlayStation последних моделей. То есть все, что на данный момент интересно нашей молодежи. Бассейны подогреваются. Я сразу отвечаю параллельно на вопросы. Бассейны есть открытые и закрытые только на территории СПА. Они подогреваются. Остальные бассейны в аквапарке, либо большой главный, они не подогреваются. Тин-клуб с 12-13 лет. С 13, наверное, до 17. Ну, а там, я так предполагаю, если будет у нас много PlayStation, то папы с дедушками тоже не прочь будут посетить наш Тин-клуб. Тин-клуб готовится, так что в этом году тоже новинка будет. Так выглядит мини-клуб. Так выглядит наша пляжная зона. Опять-таки, первая береговая линия. Пляж сам по себе не очень большой, но за счет того, что мы еще используем нашу зеленую площадку, в принципе, места хватает. Есть белый песок. Песок у нас не врать не буду, не мальдивский. Хорошая турецкая крошка. Хороший заход в море. То есть песок мы постоянно привозим, обновляем. На данный момент он уже с прошлого года у нас имеется. Мы его не убирали на зимний период, потому что мы зимой работаем. Гости любят находиться на пляже, пусть даже не купаясь, но почитать книжку под солнышком с удовольствием. Так что белый песочек у нас имеется. У нас имеется пирс, как вы здесь видите. И вот такие вот наши бамбуковые, соломенные шезлонги и матрасы. Так выглядит наш пирс. Пирс на самый, наверное, необычный на территории Анталии в виде скорпиона. На скорпионных ножках у нас здесь находятся павильоны. Павильоны, либо кабаны, кто их называет. У нас есть вокруг бассейна, на пляже и также на пирсе. Павильоны услуга у нас платная. От 150 евро до 300 евро за пользование кабаной. В прошлом году максимально пользовались спросом. Соответственно, наши агенты делали приброн своим гостям, а гости приезжали по факту уже оплачивали. То есть такая услуга тоже имеется. Так выглядит наша пляжная зона. Как вы видите, такие вот хорошие матрасы, кровати. Также на пляже в этом году тоже еще одна новинка этого года. На пляже мы делаем еще один бар. И за счет этого бара у нас на пляже появляется система QR-код-система. QR-код-система что это? Через QR-код вы можете заказывать себе напиток, не вставая даже с шезлонга. То есть вы лежите, отдыхаете, а напитки приходят прямо к вам в шезлонгу. То есть тоже новинка этого года. По новинкам еще в конце полностью вам расскажу. Напомню, что у нас будет новенькое, чтобы вы не забыли. Так выглядят наши павильоны, кабаны вокруг бассейна. У нас в отеле, в принципе, интернациональный, но опять-таки в летний период преобладает СНГ. СНГ предпочитает у нас пляжную зону, но европейские гости предпочитают больше бассейна. Соответственно, пляж небольшой, но за счет того, что у нас есть и кабаны возле бассейна, и бассейн сам по себе огромный, места очень много. То есть столпотворения, либо каких-то проблем с лежаками у нас в отеле нет. А так, в принципе, отель изначально был СНГшный, на данный момент все-таки интернациональный. У нас в отеле можно увидеть любой разрез глаз, любой цвет кожи. То есть это тоже, ну, довольно-таки, мне кажется, интересно. Когда вы идете по территории, есть разнообразные гости из разных стран с разными своими какими-то причудами. Так выглядит наш пирс, пирс с кабанами. Так выглядит наш Миконос Бич Клаб. Опять-таки, вы видели у нас в лобе золотое убранство, то на территории вы этого ничего не увидите. Территория у нас совсем другая, территория совсем с другой концепцией. То есть пугаться того, что очень много, такой тяжелый люк, этого не нужно. То есть, опять-таки, вы можете выбрать себе номер поспокойнее, и на территорию, куда вы ходите, вообще этого вы не увидите, кто боится этого всего. Миконос Бич Клаб – это наш еще один бар на пляже. Он у нас в бога стиле. В дневное время он работает как бар и как снэк-ресторан. То есть дневной бесплатный снэк-ресторан. Здесь в вечернее время проходят всевозможные диджей-вечеринки и живая музыка. То есть тоже это прямо находится на пляже. Вечернее время. Как вы видите, концепция совсем другая, не такая, как у нас в лобе. Это у нас напитки. Напитки будут обновляться еще, потому что многие спрашивают про пироль. А пироль тоже у нас имеется. Алкоголь в 18-летней выдержке также имеется. Опять-таки, есть летний сезон, зимний сезон. С 1 апреля официально мы по напиткам, по еде перешли уже на лето. А по каким-то другим аутлетам пока еще мы к середине, наверное, апреля, начало мая перейдем. Вот, так что алкоголь, кто интересуется, очень многие агенты говорят, я продаю отель по алкоголю, пожалуйста, 18-летний у нас индийца. Так выглядит наша зона, сцена, зона анимации. Анимация, в принципе, у нас активная. В дневное время работает наша анимация. Вечернее время это профессиональные привозные красивые шоу, которые достойны нашего отеля. Также, дополнительно, в этом году мы к нашей анимации еще делаем спортивную академию. Академия у нас будет для взрослых и для детей. Это будут групповые занятия и индивидуальные занятия. Академия у нас будет по футболу, по плаванию и по теннису. То есть, если у вас есть желание, можно всегда приехать к нам, отдать своего ребенка на какие-то дополнительные занятия. И профессиональный тренер будет заниматься именно вашим ребенком, либо же вами в том числе. То есть, такая тоже услуга в этом году появляется. Так выглядит наша площадка, где проходят вечерние шоу. Так выглядит наш лаунж-бар. У нас есть лаунж-бар. Это отдельный бар, находится в самом низу нашего отеля. Там у нас находятся игровые автоматы. Там у нас находятся боулинг и бильярд. Эти услуги бесплатные. Дополнительно, в отеле также имеется кинотеатр, в котором мы показываем кино, ежедневно разнообразно, на разных языках. То есть, по времени можно выбрать себе любой язык и любой фильм. Это тоже услуга бесплатная. То есть, в принципе, есть чем заняться на территории нашего отеля. Так выглядит наш Манки-клаб. Манки-клаб – это дискотека. В свое время гремела она у нас в Анталии. Приезжали даже гости, которые проживают в Анталии. А на данный момент работает только для наших гостей. В качестве безопасности мы решили, что так будет правильнее. Вот так выглядит наш Манки-клаб. Тоже атмосферное заведение. Работает ежедневно с 11 вечера до часу ночи. Вот такая у нас дискотека. Пол у нас профессионально подсвечивается. То есть, действительно, вечером такой профессиональный, хороший ночной клуб. Дополнительно еще в нашем отеле, помимо того, что есть стандартное проживание, есть также у нас большое количество конференц-залов. Если же у вас есть какая-то большая группа, вы можете привезти к нам в отель. От минимальных воршоп-комнат до максимальных, вот как вы видите, здесь конференц-зала. На Новый год мы проводим здесь в закрытом помещении мероприятия, либо же какие-то конференц-группы, столы. Поставляется на ваше усмотрение. Максимальное размещение 2000 человек. То есть, очень большой выбор наших конференц-залов. Также в этом году, в прошлом году, в этом году, отель пользуется большой популярностью. У индийских свадеб, соответственно, очень красиво. Как будто бы в индийском кино выбирает наш отель. Почему? Потому что красивая локация, красиво получается фото и видео. Они у нас и очень красивые, яркие люди. Соответственно, отель подходит идеально. То есть, опять, если у вас есть классные, большие какие-то, может быть, свадьбы, либо дни рождения большие, юбилей и так далее, всегда можете выбрать наш отель, не пожалеете. Вот. Что еще? Ну, здесь вот находится наш телеграм-канал. Для наших любимых агентов мы сделали телеграм-канал. Он ведется на русском языке. Мы снимаем самостоятельно, как будто бы вашими глазами. То есть, это не профессиональное видео, извините. Вот. Как будто бы вы снимали, можете показать это видео вашим туристам, либо разместить его у вас в социальных сетях. Это все доступно, открыто. Дополнительно в телеграм-канале имеется чат. Мы не закрыты, мы готовы принимать ваши отзывы, возможно, какие-то примечания, пожелания, возможно, замечания. Мы к этому открыты. Пожалуйста, мы готовы улучшаться, если вдруг что-то у нас будет не так. Так что подписывайтесь. Все у нас есть. Все обзоры номеров полностью имеются. То есть, если что-то будет не хватать в телеграм-канале, напишите нам, обязательно мы вам скинем дополнительно. А вот еще в этом году, вот, буквально сегодня пришло нам оповещение. Я постараюсь сейчас вот включить, может быть, вы увидите, но вряд ли, но опять-таки. В этом году еще одна фишка нашего отеля. В этом году вот с 5-6 мая, наверное, вам не видно будет, но не видно, наверное, будет. К нам в отель, мы это разместили в телеграм-канал также, к нам в отель будут приезжать звезды Мишлена. То есть, всемирно известные повара будут приезжать к нам в отель и готовить для наших любимых гостей. То есть, 5-6 мая, 1-2 июня, 26-27 июля и 6-7 августа. Супер популярные повара будут у нас в отеле готовить для наших гостей. Так что, голодными точно не останетесь. Вот, так что, если вопросы есть, давайте по вопросам, но перед тем, как придем к вопросам, давайте я напомню все-таки о новинках, как-никак, наверняка многие из вас знают наш отель. Что нового? В этом году открываем мини-ресепшн, то есть детский ресепшн в лобби. В этом году в нашем мини-клубе мы делаем тематические воркшопы, ателье. В этом году мы меняем пиксели в номерах. В этом году мы в номерах меняем косметику на молтон-браун. В этом году мы в каждый номер ставим капсульный кофе-машина. В этом году мы обновляем наш мини-бар, увеличим ассортимент. В этом году, в принципе, мы ассортимент алкоголя также увеличили, в том числе. В этом году мы сделали новый на пляже бар и QR-код-систему. Также мы сделали Тин-клуб и спортивную академию. То есть это самые такие основные точки, что в этом году будет. Ну и дополнительно, конечно же, наши звезды Мишлен. Так что теперь, если вопросы есть, давайте с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо большое. Так что вопросы есть, давайте по вопросам. Давайте посмотрим видео в завершении, пока вы будете думать, что у меня спросить. Видео красивое, яркое. Так что кусочек анталии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, судя по всему, вопросов не имеем. Так что я благодарю вас за эфир. Спасибо, что были со мной. Если вопросы будут с удовольствием, ответим. Номер телефона имеется. WhatsApp у нас работает. Дополнительная электронная почта также имеется. Если нужно будет какой-то линк нашей фотографии, также можем выслать. Либо же вся подробная информация у нас на Telegram-канале. Обращайтесь, пожалуйста, с удовольствием. Будем с вами сотрудничать. Я желаю вам хорошего сезона. Благодарных вам туристов. Хорошей погоды. Дай бог в этом году сезон состоится. Так что спасибо за внимание. Хорошего дня. Благодарю вас. Спасибо. 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 Спасибо.